Всем привет! Сегодня у меня пешее путешествие. Пойду за своими шоколятами. С ворота открою. Ой, какой свист! В общем, у меня Сергей там с Мишей решили, что надо доделывать ремонт, подольше позаниматься. А у нас с этими школьниками и с детским садом одни разъезды получаются. В общем, не знаю, видно меня, не видно. Мне против солнышка вообще не видно, что в экране показывается. У нас Лера утро сегодня училась в 9.45. Матвея мы отвозили до 8 часов, чтобы сдать воспитателям. То есть мы с утра сначала Матвея отвезли, потом Леру, а потом у меня 11.40 Даша, в 12.00 3.00 Г и 12.00 еще 3.00 А. Ну там 12.00, 12.05. Ну и, соответственно, сейчас пойду забирать. Даша пораньше закончит. Я ее предупредила, чтобы она сидела там в холле и ждала 3 класса. И, ну, где-то 16.45, наверное, они закончат. Все вместе пойдем за Матюшкой. Потом прогуляемся. Сегодня погодка хорошая. Я решила, что надо их сегодня прогулять немножко. Все ездят меня так смотрят. Здесь, наверное, не привыкли. Есть такая собачка. Мощная. Но она в основном бывает, когда дети идут. Они же шумят. Шумные. Видишь, цветы у нас на клумбах. Красиво. Я думала, у меня мои-то огурцы несчастные. Все с холодами-то. А они наоборот. Мы вчера целую кастрюлю насобирали. Видно, они, когда попрохладнее-то, лучше плодоносят, чем в жару. В общем, мы два дня с огурцами собственными. Ой, смешно говорить, да? На юге живем, ничего своего нет. Надеюсь, хоть мы тепличку осенью все-таки освоим, поставим. Так, ну я здесь отключусь. Вокруг новой школы два круга. И вокруг старой школы два круга. Я чуть в обморок не упала. Мама, нас в обморок! Я когда бежала, я упала пять раз и подвернул себе твой. Мама! Мама, ужас! Мама, кстати, мы когда были на физкульпе, там вот такой богомол, и его мальчики на руки брали. И мама, а кстати, там мы вокруг всей школы бежали. И нам еще говорили, я всех впервые. Мама, кстати, президент какой-то вчера. Какой-то? Да, я не знаю. Он завладел большую медаль из золота всего мира. Это из школы одноклассные. Мама, застави под крюку. Давай. Да ты. Мама, мы сейчас там замок век. То, что ты два раза вокруг каждой школы. А я вокруг старой школы два круга и вокруг новой школы. Да ты не могу! Нас заставили. Да ты не могу! Привет! Нет, я тебя не взяла. Нас заставили, сказали. Имидж ничто. Жажда все. Да, Дарья? Ладно. Ну, шнурки завязывай, Егор. Пойдем за Матвеем. За Матвеем! Ну, видите, что такое? У него там забор. Петерка хочет. А почем? Мама, дашь еще бутылку выбрала. Ну, там у меня по примерам от нашей. Все, не осталось. А, математики, значит, да? Не осталось ничего больше. Убирай в этот. Не бросай никуда. И у меня и у Вася одинаковые дубни. А ты что на боссу ногу-то одела? Не знаю, мне жарко. И у нас две одногласники тоже с такими же стандарами. Ой. Ну, сейчас, да. Неси твоя поклажа. Пойдемте. Хорошо. И вот это вот здесь. Я на него туда свалю. Упала. Чего у тебя свалилось, Даш? Чего у тебя свалилось, не поняла я? У меня свалилось кедо и вот это. Вот это что, сандалина? Да, сандалина. А почему сандалина свалилась? Ну, потому что я ее очень слабо застегнула. И потом у меня еще кроссовка. Даша, а что ты кричишь, Даша? Я же не глухая. И потом вот так кроссовка вылезла. Когда нам сказали. Кого вы там нашли? Котеночка. Пойдемте. Да, Даша. Я его поклажу. Все, беда у нас. Мы сейчас его домой сидим. Так. Что мы все эти смотрим? Пойдем. Деб рубашку, Даша. Самое то, как полотенчика. Мама. Так, давайте около каждой кошки не будем останавливаться. Мама, смотри, он за мной идет. Вот не надо, чтобы он за тобой шел. Он потом заблудится. Где мой? Мама. Посерьезно за мной. Вася, иди вперед, Вася. Котя. Идите вперед. Давайте, давайте. Мама, я тоже за мной идет. Иди, не оглядывайся. Егор, не бросай на землю все. Зачем ты бросаешь? Мама. Шнурки, наша беда. А у нас все беда. И все мы ябеды, да? Даша, подтверди, что мы все ябеды. Да. Да. Маме так и написали. А я самая главная. Мама, а мне четыре пятерки. Мне по математике, ой, по физкультуре две пятерки с сильной ручкой. И учитель. За то, что я сказала про книгу. И за то, что я сегодня всех спокойно вела. И на все вопросы отвечала. Короче, сейчас ты отрываешься. Да. Мама, а нам вообще ничего не осталось. Мама, это что-то ягоды, мам. Это шиповник. Пойдемте. А я думала, что клуб. А это уже другой забор на школу уже все обошли. Мама, знаешь, когда мы бегали, когда побегаешь, там прям так в горле, как будто бы там какое-то колесо вертится с шипами и дерет тебе все в горло. А, может, там какое-то растение растет. От него запах. Мама, а зачем так быстро мы идем? Мы не быстро идем. Мы спокойным шагом идем. Мы быстро идем. Уроков-то много задали? Да. Не одной. А? Ох, какой толстый. Егор, много уроков задали, Егор? Почек. Даже вот по этой. Мама, хай. Ой. Мама, а мне сказали, чтобы тонкую или живую. Жирную тетрадку? Жирную. Или толстую. А ты чего, Егор, мешок несешь? Пусть сам несет. Нет. Я буду там. Снежан, возьми свой мешок, неси сама. Что это такое? Да, просто вы переменяли. Так, вы мне тему-то опять поменяли, да? Егор. Что задали там? Мама, наша одноклассница. И вот мой друг на пушке. И что? О, какая. Что задали? А мне ничего. Мама, мне... Как-то ничего. Урода верить. Даша. Ну, что это такое? Ну, что она верит. Да, да. Русский язык. Даша. Математика, чтение. Мама. Так, аккуратно тут машины. Поворачивай налево, Егор. Налево, а не направо. Налево. И вон туда на тротуарчик. На тротуарчик. Можно к птичке погреться? Нельзя. Почему? Кто-то потерял. Кто-то, да, потерял. Так, мы уже не ходим. Мама, у меня пекарный пахнет. Что-то у меня качается телефон сильно. О, Маша, смотри, какой там котярный. Если вам некомфортно, извините. Мама, какой. Мама, мы пришли. Мама, там подсолнух уже. Там настоящая семья. Чем отливает черный? Мама. Адаш, чем отливает? Он не воет. Он. Бега. Я даже не знаю, как это сказать, что он делает. Егор ему фломастер, дорогу не захотел отдавать. Егор, отдай ему его фломастеры. На землю только не ложь. Мама, мне пришли. Ты что? Почти пришли. Матвей, возьми. В руки отдай, Егор. Не надо на землю ложить. У них сегодня у девочки был день рождения. И вместо сладостей девочка подарила всем фломастеры. Сладостей у них не было. Правильно, я тоже за. Потому что не всем детям их можно. А это хороший подарок. Тебе понравился подарок? А вы ей что? Песенку спели, да? Поздравили девочку-то? Ну вот мы тоже что-нибудь будем дарить. Машеньке. Машеньке, да. Такая девочка красивая. Вы будете дарить? Да. Матюше будет день рождения? Тоже будем дарить. Ну вообще не дарить. А тебе перед Новым Годом. Машеньке. 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 Дарья Павловна, что случилось опять? Не могу тебя найти в телефон. Что опять нас повесила? У тебя сегодня четыре пятерки. Ты что нас повесила? А Даш? Сейчас засмеется. Она что-то плакать собралась. Что случилось-то? Костя, когда уйди отсюда. Когда? Я даже не слышала. Когда они там были. Где там были? Ой, вот не надо придумывать. Ты еще... Ты давненько уже. Там целая кошка у нас. Где? Там лежит. И что? Где она? Где ты погнешь? Даш, поплакать что-то захотелось? Просто, да, я придумала причину. Я не буду пятерки. Я не могу покажу. А что ты не хочешь-то? Мам, вот она красавица. А по какому пятерке-то у тебя дашь? Вот она, вот она, вот она. О, да. Смотрите, какая красивая кошка к нам приходит. Это кошечка. Симпатичная красавица. Это соседская. Егор. У нее еще есть мама. У меня глаза как у снежка. Это снежка. Я когда поливаю вечером, она со мной играется со шлангом. А вон на заборе снежок. Такая красивая. Грациозная. Мама, а может снежок это ее папа? Вот уж не знаю. Вот не знаю всю эту Санта-Барбару. Мама, где моя масянечка? Белая кошка. Где моя масянечка? О, масянечка. Класс, где все масянечка сидит? Откуда здесь делают грецкие орехи? А вот вас надо спросить. Кто мне в огурцы-то грецких тарехов накидал вчера? А? Я не покажу, что с моей рукой. Волны на масяке скусал. А не видно против света. Он сам на тебя нападал, да? Да. Да ладно-ка. Мама, не на кого? Масик ни на кого сам не нападает. А что ты его тащишь? Мама, не чуть не будем. Будем, я там пряников купила. Ой, это моя зая. Как будто пряников ни разу не ел. Вот сейчас опять там пишут. А, детям ни разу пряников не покупали. Специально для Ютуба купили пряников. Снимите меня. Я тут, чем и красивый. Я фотогеничный, а ты нет. Я посетила. Вася, такие шутки у тебя. Какие шорты? Это у нас тадик шорты. Ты что раздетой вышел? Я типа гуляю, Джона. Никто не гуляет. Они уроки сейчас будут делать. Давай домой. Сначала полник мой. Рюкзак забыл. Вот это кадр. Егор в школу пошел. Василиса уже почти там. Егор, ну как же так? В школу без рюкзака. Вот анекдот так анекдот. Даша, аж до каши досмеялась. Девушка, вас не подвезти. Приехали в магазин хозяйственный. Нам принтус нужен. И Вера как раз звонит, что закончила. Я к вам с камерой. Как дела? Хорошо. Хорошо? Моя спина не выдерживает вот это. Пойди в этот. Кидай машину. Это очень тяжело. А с утра ты столько же уносила? Да. У нас новая покупка. Шлем мы купили. Завтра обещают, что газа не будет целый день. Да, поэтому купили микроволновку. Так, сейчас скажу цену. 3,800. Самую дешевую взяли. Без всяких там автоповаров. Мы ей не готовим в ней. Мы просто вот разогревать. Сегодня наготовим на завтра, чтобы разогреть. Были в светофоре. Взяли бумагу туалетную. Не удержалась, взяла вот эти конфеты. Не знаю, съедобные, несъедобные. В общем, посмотрим. Печенье вот это я брала. Вроде ничего. Уж не знаю, насколько оно там. Пальмовое масло, не пальмовое. Все пугают, что пальмовое. И опять мы взяли маркеры. Лера, достань маркеры. Вот. Просто рекомендую. Дети рисуют. Открой. Они закрыты. Не открою. Да, они закрыты. Смотри. А, отрезать надо? Да, отрезать. Ну, мы потом покажем, дома откроем тогда. Они, ну, как обычные маркеры, только они двухсторонние, да, потоньше, потолще. И очень классно они закрашивают. Без полосок. Вот не как фломастеры полоски вставляют. Еще я взяла вот эти формы. Вот эти формы. В эту плиту убираются. Потому что одного нам противишка не хватает. Так, а что мы еще взяли? А, это я Матвею взяла. Он же опять какие-то фигурки утащил там у детей. Надо, чтобы что-то в садик вернуть. В общем, беда у нас, беда. Матюша без спроса берет у детей игрушки и вытаскивает их домой. Мне подарили. Ага. Вот еще взяли такую аквалазорь. Цену вот, смотрите, видно. Сейчас сфокусирую. Так. Это мы вот с девчонками в комнату. Там паркет немножечко свяжить. И лак вот здесь под печенюхами. ВГТшка. Он прозрачный. Глянцевый. Так, ну и там фигурки лежат рядом с маской. Маска чья тут? Надо хоть выкинуть отсюда. У нас там уфа. Ну что, есть плинтусы-то? Нет, только пластик. Беда. В этой станице нет плинтусов деревянных. Мы не нашли. С паркетом пластиковый плинтус вообще никак не будет смотреться. Сейчас сандалии одену папкины или мишкины. Мишка твои одела. Как тут, как тут. Так. Что у нас? Вы уже отшкурили полку, нет еще? Нет, только часть, соусередину. А по краям отшкурены уже, да? Угу. В общем, вот такой потолок будет. Слегка вразовизну. Он еще не просохший. Миша его только сегодня красил. Плинтусы уже почти просыхать начали. Где вот сухие места, там видно, наверное, что он почти белый будет. Вот он здесь. Слегка в оттеночек. Лера сказала, не надо белый потолок. Пусть будет он с каким-нибудь оттенком. Может он персикен? Ну, не персикен, он как розово-коричневый, что его. Потому что стены мы так и оставим этим цветом. Единственное, что вот смотри, Миша, вот здесь лака нет, да, на стенах? Внизу. Я еще просто запылился. А, пыльный. Я как слепая. Ну, надо же всем это придраться. Подоконники мы будем делать уже, когда папа Никита сюда привезет. Вот с этим что делаешь? Вот с этой вот. Вот этой штукой? Да. Потому что за ней не блютус они снять, не зашкурить, ничего не получить. Еще не знаем, подумаем, посмотрим. Ну, она должна как-то сниматься, значит. Не, она просто стоит, ее выдвинуть и все. Ну, снимем, значит, выдвинем. Ее, наверное, только лак обновить. Даже морить не будем. Пусть она темненькая будет. Что у меня, все гаснет. Телефон. Ну, в общем, вот. Потолок, в общем, папа нам сделал. Спасибо папе. Мы бы, наверное, столько денег переплатили. Потому что его и выровнять, и зашпаклевать. И плюс вот он сделал, я его просила, делай неровным. Вот таким, структурным. Не люблю ровные потолки. Мне почему-то нравится вот так вот. Такая типа мазни. В общем, чтобы структурное было. Посмотрим, как лысых нет. Может, где-то в каких-то местах еще. Миша, а ты валиком красил-то? Ушел, да. Потому что сохнет неравномерно. Пятнами. Лера, а если высохнет пятнами? Облачка будем рисовать, да? Да, ничего и так светит. Они уже хотят переехать в эту комнату. Им хочется сюда. Здесь у них будет четыре окна. Один, два, три, четыре. Но таких прямых солнечных лучей здесь особо-то не будет. Потому что тут вот все загораживает. И крыши. И стекла. Вот оконные рамы мы ставили. Новые. Они сейчас вот идут многофункциональные. Как тепло сберегающие. Зимой. А летом они как бы немножечко поглощают. Или отталкивают ультрафиолет. Наверное, отталкивают ультрафиолет. Потому что, чтобы не так жарко было. Наверное, правильно я объяснила. В общем, вот такие у нас здесь стеклышки. А вот у мальчишек обычные стекла. И там прям вот заметно печет солнце, когда нужно прикрывать. Жалюзи опускать. А мы их еще не нашли. У нас есть рулонная шторка. Но мы еще не докопались. Сергей Иванович не помнит, где она лежит, в какой коробке. Пока тут снимаем. Вот смотрите, девчонки у меня. Насколько уж они ругаются, но все равно у них пока спальное место рядышком. Но это временно. Мы сначала вот эту сделали почти. Сюда Вася с Лерой переедут. Вот в эту маленькую. А потом мы будем делать вот эту большую. Здесь тоже новые окна мы заменили. Вот у того окна я планирую сделать спальные места. Слева кровать, справа кровать. Вот. И может быть какой-то шкафчик или что-то будет. В общем, посмотрим, как что уберется. Вот. А здесь уже разместим два письменных стола, которые будут снежаны и ударьи. У каждой свой стол, чтобы они у меня не ругались. Я просто хочу показать порядок. Смотрите, у снежаны. Я сюда вообще к ним особо не хожу. Они у меня молодцы. Они у меня и пол сами тут подтирают. Вот. Смотрите, как все сложено. Еще пока без комодов, без ничего. Единственное, что вот трико. Но этот трико бросил Егорка. Потому что я его попросила. Говорю, смотри, снежану на лестнице оставил. Иди, неси. И он тут бросил. А так она бы и его сложила. Кровать тоже вот. Майка это тоже Егор бросил. Это снежанин на домашнюю сегодня одежда. Вот. А так все сложено. И у Дарьи. Как у Васьки. У меня что Васька, что Дашка. У них все перекопанное. Но Дарья время от времени все-таки следит за порядком. Ей скажешь, Даш, надо прибрать. Она все приберет. Все будет у нее прям идеально. В отличие от Василисы. Василиса это вообще что-то с чем-то. У нее всегда бардак. Вроде все убрала. Приду, смотрю, Вась. Но ты же ничего не убрала. А мне вот нормально. У нее творческий беспорядок. В общем, вот такие вот. Вот люстры еще тоже из этого. Из той комнаты. Лер, мы, наверное, вам эту оставим. Она под цветом, в принципе, совпадает. Мы ее просто помоем. Так же нам, что нам лишние деньги тратить. Она в хорошем состоянии. Лампочки заменим, чтобы они не грелись. Вот эти сейчас новые. Это вид из окна. Я в кабинете физики сидела. Я думала, слушать учителя или в окошко смотреть. Вид из окна хороший был. Да, красиво было. Сегодня снова смотрела я эту приемную маму. Квашенко, которая там написали, что... У Дарины же есть свой инстаграм. Вот. И написали, что... Там под фотографиями Дарины... Угу. Плохие комментарии написали. Типа одноклассницы. А каким-то сленговым словом они ее обзывают. Ну, знаешь, типа трэш. Вот такой вот. Зарванный рукав на этой наблоске. Вот. Меня Лера даже... Да вообще как волнует, в чем ты пришла, да? В чем пришла, в том пришла. Да. И я вот к тому, что... Тут надо, конечно, серьезно к этому отнестись. Может быть, это и хейтеры, которые с ютуба перешли еще туда и в инстаграм, чтобы там попакстить. А может быть, это и действительно одноклассницы. Кто их знает? Лер, у вас двое таких-то в классе, да? Да, у вас такие две девочки. Хорошие, самые лучшие. Просто... Замечательные? Да, самые лучшие девочки. Ну, ты объяснила все с улыбкой, без хамства, да? Весь колос их просто обожает. Все любят их. Ну, ничего у тебя с ними все? Все устаканилось нормально? Ну, одна девочка так. Я не знаю, я ничего не делала. Я даже на нее внимания не обращала. Просто так. Она почему-то ко мне, у меня, прожди, деда так относится с самого начала. Я ей ничего не делала. Как бы, да. Пока. 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 Да-да-да. У меня все размазывает. Просто мне надоело, что вы ругаетесь. А, да. Сейчас сразу тишина будет. Ходи. Мам, у меня все размазывалось. Даш, кончай придуряться, а. Я буду срока. Мам, я хочу ягоды. Ой, их много нельзя. Сразу горло будет першить. А можно мне один? Ай. У меня там готовится. Я ведь только так. Филя. Филечка, ты рад, да? Что-то он плохо ест. Жарко ему, что ли. Ага. Я ему сейчас другую кашу сварю. И воду не выпил. Или ты свежее наливал? Свежее. Но он не похудел. Ничего такой в теле. Я ела, она первая шелаза за черемухой. Роменеть, мама. Скорее мы ее. Мама, вы на меня чего? Мы все на дерево пожрали. Лера. Пошли. Да ну, что-то ветвое пожрали. С карелку, Лерик, положи. Так, саранча. Много черемухи есть нельзя. Она прямо в горлышке встает. Да что ты ее разрешаешь-то? Они сейчас обожжут все снизу. Да пусть едят. Миш. Так, давайте Миш одного оставим. Пока не объест все дерево. Домой не придет. Да ладно-ка. Я вон съела три ягодки. У меня уже в горле першит от нее. Она же вяжет. Не вяжет. Вот они чего-то это лучше обжирайте, ладно? Лера, ну что за выражения такие? Да? Давай покажем. Вот такая. Мы-то не привыкли к таким ягодам. Мы привыкли, что черемуха растет гроздьями, и она черная. А тут вот она такая. Не увлекайся много, а то горло будет болеть. Надо попробовать это. Селитрой. Дерки писать, поселитрой насыпать. Чтобы корни погибли. В общем, решили мы черемуху все-таки ликвидировать. Орехи мы, конечно, пока оставим. От них тень хорошая. А где? Тут нету где. Мы любим орехи-то, да? Я рад целая куча. А вот черемуха меня не восхищает. Я забрали. Я забрали. Я обожаю. Мама. Мама. Он уже по-другому. Он уже не помнит, пока он сказал. А что ты сказал, Егор? Чешуйка. Нет, там что-то про масло говорил, что ты там. Про это ты говорил. Какое масло-то, Егор? Подсливостное. Нет, не подсливостное. Там другое. Оно коричневое там. Шоколадное. Шоколадное. А как он ее назвал-то? Шоколадное. А как ты чешую-то назвал? Ну, вообще, почти. Это как хвост. Чешуя, не поймал я ничего. Чешуя и назвал, по-моему. Он мне это сказал, что не хуя. Не, это так не бывает. Ты лучше включай. Кусака. Если что, он сам туда залез, в ведро. Вот, дразните, дразните. Сейчас у вас цапнет. Нет, цапнет. Да, ты будешь на маску, он не будет. Даш. Он потом кусаться будет, раздраконишь его. Кого вчера отцарапил? Снежану? Тебя? Ой, мой палец, мой холод. Мама, скорее снимай, скорее. Да снимаю, снимаю. А игрушка-то где? Давай, Маша. У меня уже не... Вы его замучили уже. Я уже пояснялся. Вы игрушку ему дали? Нет. Все, не мешай. Он сейчас игрушку искать там в ведре будет. Масик, у тебя игрушка в ведре. Масик. Даш, смотри, в лицо царапнет. Не уклоняйся над ним. Да ему лень просто уже играть. Так, Матюш, не надо, ткнешь в него, ну. Иси. Асик, иси. Получила? Вот так вот. Не надо так, уже грубо играешь, Даша. А? Надо вот тут-то, вот тут-то. Почесать, да, Мась? Кусаться уже не хочешь. Все, сейчас Леру позову, чтобы она вас его-то брала. Вылезай, Масик. Да не надо помогать. Он сейчас вылезет сам. Помогать маму? Нет, он сам вылезет. Мась, пойдем туда наверх, Мась? Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Вылезай. Нет, моя мордаха красивая. О, красота. Масик. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Не, вылез. Мой пусика просто увидел. Ну, вот, давай Мась. Ленок с Масиком разговаривает. Это Пусик пришел, думал я его зову. если пусик у нас прячется мы его можем нож об нож постучать и он прибегает давай пацан давай пацан давай пацан давай игрок